Ленин Федорович, скажи, пожалуйста, как Вы попали в Кривой Рог? Как Вас угородило? Как Вы попали в Кривой Рог, а потом в Белую Церковь поехали. А потом из Белой Церкви опять? Да, уже приехал женатым. Ну, негде было жить, негде было. В общем, тянуло сюда. Пришлось приезжать сюда, потому что тут были родители. И вот я встроился на работу художником-оформителем. Ну, а в душе я был великий художник, уже приехал сюда великим художником. Чувствуя, ничего не умея, но чувствовал себя уже великим. Потому что я делал халтуру, мозаику, граффито, чеканку, халтуру. И приехал сюда и тоже же хотел познакомиться с художниками. Ну, когда я попробовал скину. Неужели великий художник не самодостаточен? Зачем мы с ним общались? Ну, я так чувствовал, но хотелось. Потому что я приехал, нужна работа. Узнать, как тут с халтурой. Вот. То есть это материальный интерес? Ну, сначала, может быть, даже материальный интерес. Ну, когда я попытался с кем-то завести дружбу, оказалось, что в Крым-Ру это не так-то просто. В Крым-Ру они все еще величие меня. Ну, так получилось? Ну, они себя так... Потому что они со мной не хотели общаться. Вот. И я остался, можно сказать, даже один. Вот. Познакомился с Леонидом Ивановичем. Он был художник-оформитель. Ну, такой добрый человек. Я к нему заходил, там, разговаривали. А, в общем, был я один. Приходил на выставки, которые проходили в нашем городе... Не в городе, на 95-м квартале. Я приходил, смотрел, ругался, возмущался. Но сам же ничего не делал. Какой это был в городе? Это был в 80-е годы. Это в 80-е годы. И проходили выставки прямо такие? Можно было ходить? Конечно. Ну, они не активно, но в год 2-3-4 выставки проходило в городе. Потому что тогда было в городе где-то 7 или 8 членов Союза художника. А, может, 5. Вот. И... Ну, меньше, чем сейчас. Ну, меньше, чем сейчас. Но тогда... Почему же невозможно было познакомиться? Потому что если он работает... Если он член Союза, то он голову поднимает очень высоко. Но он вообще с людьми не здоровался. Да, он с людьми тогда не здоровался, потому что он был обеспечен работой, заказан. Ему хватало сделать одну картинку и хватало ему на месяц зарплата. Вот. И они художников других не допускали до себя. А те, кто работали у них в оформителях, те тоже высоко себя несли, потому что они имеют отношение к Союзу художников. Тоже ни с кем не здоровались. Ну, а здоровались только те, кто работал на заводе, там где-то на предприятии. Тоже не очень так... Отбор был с тем я здороваюсь, с тем не здороваюсь. Вот так. А художник, член Союза художников имел государственные заказы, да? Да, 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 да. И этим мог вообще себя... Он сделал себе один портретик за месяц сделал и получил свою зарплату 400 гривен. Выработку сделал, а портрет стоил 2000 гривен, рублей тогда. Да, да, да. Две тысячи рублей стоил по портрету. Это ему на четыре месяца уже есть. И он мог спокойно себе творчески работать. Но творчески, да. Раньше художники, вот эти члены Союза, не имели проблем в красках, в холсте. Ни в чем не имели проблем. Они были, будем говорить, обеспечены государством полностью. И потом я нашел все-таки сам заказ, хороший заказ. Попытался взять хотя бы расценки у них. То они не дали мне расценок. И кто ты такой? Я говорю, ты член Союза? Нет. Значит, ты не имеешь права там работать по расценке. Доступа нет у тебя к этим? Да, да. Доступа нет. Ну, я вернулся в Белую Церковь. Там у меня хлопцы знакомые. Там расценки были и Союза художников, и рекламные. Все свободно можно было достать. И я взял эти расценки, приехал, и тут уже развернул свою бурную халтурную деятельность. Но в то же время я пытался, пробовал делать какие-то натюрморты, какие-то картины. Но, честно говоря, то, что я хотел, не получалось. А халтурная деятельность? Да. Ну, это ж не было частного предпринимательства в Советском Союзе? Ты же сказал это? Нет, в Советском Союзе оно не нужно было, и это было даже лучше, чем сейчас. Ты идешь, берешь себе заказ, вот. Ну, оплата была такая, надо было принести там 10 паспортов. Если большой заказ, 10 паспортов привносишь, тебе платят зарплату по 200 рублей. Вот. И ты получаешь каждый месяц 2 тысячи гривен, и все, тебе выплачивают. Ну, а заказы были в те времена большие. Можно было и на 10 тысяч взять при зарплате, средней зарплате 150 гривен. Вот. Я думаю, художники в то время, простой человек, когда встречал художника, он знал, что он встречает это, ну, по тем временам, богатого человека. Художники не были нищие. Художники всегда были с деньгами, с зарплатой, со всем. Вот. И я, так сказать, развел тут очень бурную деятельность. Зарабатывал очень хорошо. Вот. Кормилица. Сделал бюст Ленина. И этот кормилиц стоил 2 тысячи гривен. Рублей в те времена. Я его делал задник. Это для любого предприятия. Для института, для школы, для любого предприятия. Красный уголок поставил… Кормилица, да? Да, кормилица это был. Поставил Ленина. Только Ленина поставил, это уже 2 тысячи гривен. Вот. Рублей. Ты уже имеешь. А 2 тысячи рублей, если в институт, вот тут на 20-м я делал, сделал, они могли мне платить только 100 гривен в месяц. Ну, вот представьте, сколько они выплачивают. А таких мест было много. Куда я… Стоматологию я сделал тут. Ну, многие места. Потом по колхозам тоже. Ну, колхоз мог оформить там и 5 человек, и 6, и до 10 человек мог оформить и выплачивал. Это… Это был кормилиц Ленин. На плакатах, на памятнике и все остальное. Вот. Как мне катались, слышишь? Кто-то с такой стороны кормилиц? Да. Так что, может, народом-то, а также кормилиц? Кормилиц, художнику кормилиц был. Ну, а потом прошло время, поступил в институт. Ну, а зачем творчество? Если, ну, деньги есть, заказы есть, кормилиц? Нет. А зачем творчество? Я хочу сказать сегодня, когда я уже, так сказать, прошел какой-то путь в этом деле, то для художника деньги стоят на самом последнем плане. Они нужны для красок, для материалов. А главное для него быть художником, писать картины, ну, выражать себя. Как он там выражает, но выражать себя. Вот это главная задача, наверное, любого художника, поэта, писателя, любого творческого человека. Деньги, они как бы нужны, но они нужны потом. Все великие художники, если брать, ну, вот только единственное, это Сальвадор Дали, который смог и заработать, и зарабатывать, и пиариться, и быть художником. А основная масса художников, это, ну, основная, я беру масса, это люди, которые просто писали картины. Ван Гог в своей жизни продал только одну работу. Но сегодня, сегодня даже то, что покупается, конечно, придет время переоценки. Во все времена были художники, которые очень хорошо продавались. Во все времена были хорошо продавались, но картины их не сегодня. Ну, как профессиональный, это тот художник, который живет этими деньгами. А есть просто художник, который живет потому, что он пишет. Он без этого не может жить. Правильно, это должно быть заложено в голове еще при рождении. Если оно не заложено, ну, не буду говорить, барахтаться не стоит. Вот если, будем говорить так, человек талантлив, рождается. Хотя, говорят, все таланты там и рождаются. Но я беру талантлив, рождается. У него больше живопись, там, к искусству, там, к литературе. Но те таланты, в основном, это 90%, как бы там ни они, те таланты, которые урожденные, они ничего не достигают. Потому что оно им легко дается. А те, кто родился не талант, не талант, а в душе художник, и он трудом достигает, ну, великих высот. Вот только таким путем. А талант не может достичь. Почему? Потому что ему легко все дается. Ему неинтересно. Вот. И не надо. Он и не надо, и даром. Вот. Не надо. Ни слух, ни нюх, ничего. Нужно желание всего лишь на все. А ведь у тебя его не было. Оно и было детское желание. В детстве все, тот хочет врачом быть, тот еще кем-то хочет быть. А надо желание стать художником. Я желание появилось художнику, наверное, когда начал в руки брать карандаши. Вот. Я всю жизнь мечтал стать художником. Это единственное, что, ну, там, он говорит, сбылось. Я в школе писал, хочу кем быть, хочу быть художником. Вот. Везде, всегда меня эта мысль не покидала. Вот. Не покидала. Но благодаря своей жене Наталье Егорьевне я в Белой Церкви пошел работать на шинный завод художником. Она познакомила меня с художниками. Те сказали, куда можно устроиться. Я пошел туда. Вот. Потом приехал же в Кривой Рог. А потом опять, благодаря ей, вот у меня желание было. А настойчивости и смелости не хватало. И наглости. Она подала документы в институт наш. Я думал, там одни гения. А когда туда пришел, оказывается, там в институте учатся всех, кто бездари и бездельники. Вот. Это уже после того, когда я поступил. А до этого я считал, что… Это именно на фотографии? Нет, это вообще в институтах учатся. Вообще. Да. Да, да, да. Ну, а где же тогда учиться? Учиться надо в жизни, по большому счету. Вот. Вот. Институт, как обычно, ты… Вот я сейчас сегодня скажу. Когда я учился в институте, мне дали студенты. Не преподаватели. А студенты, общаясь вот с художниками. Вот. Я понял, что надо переплюнуть того. Надо переплюнуть того. Должна быть, большинство, конкуренция. Что ты должен быть… Ты должен быть… Хотеть быть лучше кого-то. Если… Ну, так вот вы пошли в институт. Вот. Так я увидел там… Я вот проучился на дневном. Вот. Вот. И ушел. Ну, ушел, потому что жизнь заставила. Ушел оттуда. А потом на заочном. Туда поприходили. Когда я пришел, наверное, один я был без образования в институте уже на заочном. А все закончили художественное училище. И я видел их не уже… Вот я буду называть там Махонь. Это был талантливый человек. Да много было там Света, Ясеня. Были талантливые люди. Но с них художников не получилось. Потому что им очень легко все давалось. Вот. Очень легко давалось. А мне давалось это очень с большим трудом. Суриков. Вот. Самый я стал и ученик был. Самый неспособный. Но, говорит, там Иванов был. Только не тот Иванов, который… Написал явление креста народу. А, другой Иванов. Это, говорит, был гений. Ну, что, говорит. Он, я, говорит, имею портрет. Он написал одной портрет за бутылку. Говорит, гениальный портрет. Ну, это один портретик, который он написал. Все. Больше он не написал ничего. Потому что ему очень легко давалось. А так как я, говорит, бездарь, я трудился, трудился. Ну, чего-то добылся. Понимаешь. Так что только труд в любом деле. Вот я наблюдаю даже за артистами, за певцами. Приходят, петь не умеет, то не умеет. Но она постоянно работает. Дочка Пугачёвой, вы знаете, да? Это человек без слуха, без нюха, без ничего. Но сегодня уже она поет и неплохо, так сказать. А не лучше там. А потому что у ее было желание, она хотела стать певицей. Она стала. И мама у нее. И Алла. Да, и мама. Понимаешь. Так что художник или фотограф, надо иметь фотоаппарат. Надо просто работать. А работает бездарь. Понимаешь. Потому что он приходит до Васи, а Вася взял просто сфотографировал и прекрасно фотография получилась. Без усилий. И лег, и лежит. А бездарь этот хочет доказать. Вот. Так вот и я. Я, когда приехал, я видел прекрасные работы там. Вот. Ну. Художнику Кривородских. А сам. Ну. Нет. Смотрите. Отсутствие. Берем бездарь. Таланта нет. Но хочет. Да. Все. Больше ничего не надо. Желание. Ничего. И это станет с Альвадором далее. И это станет с Альвадором далее. А может это переплюнет. Только желание. Вот. Если у тебя нет желания. Талант. Это переход количества в качества. То есть. Конечно. Да. Пашешь. 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 Нуập да. Но где возьмется талант? И shooting. Конечно. Да. Если у тебя появились идеи какие-то. Понимаешь ты же постоянно развиваешься. Вот. Так что разницы нету. То есть. Талант сформируется. Авез empresет. Конечно, по действиям труда. Есть такая теория, по-моему, 10 тысяч часов. Если ты чем-то занимаешься не меньше, чем 10 тысяч часов, то у тебя обязательно что-то получится. Правильно, я согласен. Неужели Пушкин взял трудолюбие? А, Пушкин? Да. Пушкин взял талантом и трудолюбие. Талантом? Да, Пушкин. Нет, то, что трудолюбие необходимо, это понятно, но талантом тоже Есенин, например, Ну, вот тут совпало то, что и талант, и трудолюбие у Есенина. Это совпало. Ну, то есть это самый лучший вариант. Да, это идеально. Если это поскромнее, то достаточно только одного трудолюбия. Только одного трудолюбия. Значит, что я хотел привести, какой пример. А, показывает Ломоносова, который он там открыл законы какие-то, то он говорил, он сказал только одно, что я просто ничего не открыл, если. По большому счету. И, как обычно, науку открывают люди, которые случайно, трудоголики, которые сегодня взял у борщ, налил кислоты. А что с ней получится? По большому счету борщ-то спортим, да? Вот. Но ему интересно результат. Так Ломоносов сказал, все ходили по вот этой дорожке, по проторенной, вот. И ничего не открыли. А я решил пойти по болоту, вот так, куда никто никогда не ходил. Когда, говорит, я туда пошел, на меня как на дурачка смотрели, оказывается, получилось. Понимаете? Так вот, как открыли АТОМ? Случайно открыли. Люди пахали. Кюре, я пахал день и ночь. И случайно, не зная, они его открыли. Только труд, а не знание. Или не талант. Только труд. Когда ты каждый день пробуешь, запоминаешь, так и так, и так, в оконцовке сделаешь порох и будешь, пойдешь на охоту. Понимаешь? Если ты талант и не работаешь, никогда ты не будешь ни гением, ни это, ты будешь просто бездарь. Через полгода, через год скажут, да, вот, Вася был такой способный, но спился. А он ничего не был. Да, ну ничего. А почему? Потому что он не любил трудиться. А Петя был двоечник, как это часто говорят. Был двоечник, но трудолюбил. И чего-то добился. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok